Витебская область у студии Артур Смолякова сегодня в выпуску. Кто прибирая городские улицы, а кто отказывая за парадок у дворах и подъездах, мэр Витебска Виктор Николайкин правил правую линию с городжанами. Прокуратура Витебска распрацовывая додатковый комплекс мер безпеки у забауляльных установок областного центра. Подставой для этого стало забойство ля ночного клуба. С Полоцка до Могилёва усяго за 4 годины. Новый тягник межрегиональных линий бизнес-классу Полоцк-Могилёв будет курсировать что день. Прамую линию с жахарами Витебска в субботу провёл старшиня Витебска Гарвы Конкама. Виктор Николайкин примал телефонований на протягу 3-х годин. З якими проблемами звертались люди, эти знайдены шляхи их выращения. У материалей Юлии Устиновой. Ледяный дождь и гололёд до долиния сручностю и стали ньюсмейкерами на минулом тыдне. Одразу в некольких звонках прохудшали наракани на уборку городских дорог и тротуаров. Вопрос такой у меня. Почему не убрался в городе снег ни во дворовых территориях, ни на центральных улицах? Не убирался, не посыпался? В общем, люди всю неделю боролись за жизнь, чтобы добраться до работы, до поликлиники, до сада. Что случилось с городом? Первый год такой. И хоть старшиня Гарвы Конкама погодился, что ситуация была складанной, алены ягодумку тут виноваты на дворье. Дворники не поспевали посыпать и чистить тротуары, ягод-температура снова менялась из плюса на минус и на дворот. Снег убирался, убирается и будет убираться в рамках той работы, которая проводится гордор мостом. Но действительно случилась беда. Это не только в Витебске, это случилось по всей стране. В течение вот этих трёх суток, смотрите, шёл ледяной дождь, который выпадал, температура отрицательная. И даже все посыпки, которые делали, через минуту всё это превращалось в наледь, в лёд. Я не защищаю коммунальные службы, хватает недостатка в их работе. Прогучали пытания по уборце дворов и подъездов. Старшиня Гарвы Конкама подлумачил, кто за який фронт работ зараз отказывает. За магистральные улицы и тротуары, по раннейшему гардар мост, за дворы теперь зеленгаз. Мэр дал доручение информовать же хоро про уборку подъездов. С понедельника у вас вывесят на подъезде или на доске объявлений, или на первом этаже график. И вы увидите, когда вас должны убирать ЖУ. Контролируйте, пожалуйста, эти вопросы, чтобы там не было никаких сбоев. А вот же хоры дамы у номер 30 и 32 по проспекте Фрунзе марать про куст Безу под окном и беспечный свободный проезд. А ле так пусто и тихо тут бывают только у выходные. У будни на невеликой территории помеж домами покидаются собистый легковый транспорт, наведывальники детячей поликлиники и ближайшего магазина. А помеж легковушками вымушены маневровать аутофургоны, які подъезжают, каб выгрузить товар и пешеходы. Ирина Неофёдова звернулась на промую телефонную линию с пропановой установить обмежевальный знак для парковки, аутотранспорту и с просьбой вернуть невеликую зелёную зону для дома. С пропановой же хороу мэр погодился. До рашения проблемы долучатся отказные службы. С пропановой по актуальной теме развития туризма на промую линию звернулась экскурсовод Татьяна Андреева. Хорошо, когда к нам приезжают туристы, это всё замечательно. Но есть определённые проблемы. Хорошо, когда маленькая там группа или пешеходная, вообще везде можно подойти, везде можно подъехать. Но когда у нас приезжают большие группы на больших автобусах, нам практически возле экскурсионных объектов просто невозможно остановиться и показать это всё. Пожидание заробителей туристичных объектов у Витебска некольки дозволенных стоянок для экскурсийных автобусов приняли. Вызначать место для знаков стоянка Заборонина заявится новое, а кроме от туристичных автобусов. Дайте мне список тех мест и ваши предложения, где можно, так сказать, разместить эти обозначения, эти знаки, что можно стоять туристическим автобусом. И мы посмотрим вместе с ГАИ. Я уже вам не обещаю, что мы тут на каждом углу поставим эти знаки и так далее. Больше за три година Виктор Николайкин прима у телефонования на промой линии. За гэтый час поступили 34 звонки. Большая частка сварота удотачилась и жильёво-коммунальной сферы. И вырошить их повинны были подповедные службы, а не керовник города. По усех фактах дадзены доручения. Выконание обовязательства перед людьми взято на контроль. Юлия Устинова, Александр Прыставка, Новины, Витебск. Праблемы Жихарау Новополоцка выслуха у помощник президента Александр Пазняк. Больше за две годины доужился выездный приём грамадян. По допомогу в решении своих пытаний у доголовного инспектора по Витебской области взвернулись от 14 человек. Спектр проблем самый розный. От продоставления социального жилья до звольнения с працы. Александр Пазняк отзначил, вырошить усе проблемы им гненно, немогчимо. А леголовное проявить индивидуальный, а не формальный подыход. По особенных проблемах одразу же были приняты меры. Однако, хоть с воротов грамадян было не ашмат, помощник президента отзначил, что шерох пытанию можно было вырошить на мясцовом узроуни. Протягиваем выпуск. Прокуратура Витебска распрацовывает додатковый комплекс мер безпеки в ночных забауляльных установах областного центра. Подставой для этого стало забойство для ночного клуба, якое отбылось в ночь с пятницы на суботу. Что пропонуют правооховники, как зарабить отпочинок безпечным, и что думают горожане про работу ночных клубов? Доведалась Вольга Шмаргун. Забойство для ночного клуба у Витебска сегодня самая популярная тема для обмеркования у интернете. Фото и видео из места здоровья набирают тысячи проглядов. Трагедия отбылась у ночь с пятницы на суботу. Помещая ведольниками забауляльную установу, сдаралась спрэчка. Своей разборки мужчины протягнули на улице. Для 32-х годовых ажихара Витебска кулачный бой оказался опошним. Урачи худкой допамоги не смогли вернуть его до життя. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Витебска по факту совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Подозреваемый задержан. С ним работают следователи. В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты к записи камер наружного наблюдения установлены свидетели, которые дают в настоящее время показания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Установить другого удельника конфликта удалось при допамозе записов с камер видеоназирания. Тому и затрымали мужчину оперативно. Гэто резонансное злочинство только пополнило криминальную статистику ночных клубов Витебска. С початку года на их территории отбылись около полсотни правопорушений. Гэто хулиганство, крадежины, несение телесных подшкоджений. Из-за усюда виновники с дарыни узнаходилися в стане алкогольного опьянения. Проблема и давно занепокоены правоохолники. Установлено нарушение законодательства об охранной деятельности. Установлено, что многие увеселительные заведения на протяжении более 10 лет не имеют лицензий. Функции охранников осуществляют лица, не обладающие специальной подготовкой. В связи с этим совершается ряд преступлений на территории данных увеселительных заведений. Скоротить режим работы ночных клубов Витебска еще у початку года пропоновало Керауництво Управление внутренних справ в области. У листопаде гэтоэшпытание расследали на посаджении Харвы Конкама. Як выник, забавляльные установы стали працаваць до 4-х один раницы, супрать ранейших 6-ти. Докладную колькость ночных клубов у Витебска во Управлении гандлю и послух нам назвать «адмовилися». Однако по самых стиплых подликах их у областным центра каля десятка. И витебляне до их работы ставятся лояльно. Должны быть заведения, которые работают до утра, чтобы людям можно было отдохнуть, которые работают с утра до вечера. Я в эти клубы не хожу, поэтому я вам не могу сказать. Кому-то мы помоложе нужны. К молодежи надо где-то отдыхать, конечно. Пусть милиция больше смотрит, но курсирует, смотрит, наблюдают за этим самым, чтобы нить бы отширили. Тем не менее, о позже инцидент вымусил прокурору собрать экстренную оперативную нараду. На ней будет приняты додатковый комплекс мер безопасности у ночных клубов города. Больха Шмаргун, Александр Приставка, Александр Петровецкий, Новины, Витебск. Полоцкий-Могилёв объединял новый тягник межрегиональных линий бизнес-классу. Он начал курсировать за 11-го снежня. Ранее пассажиру из Могилёва приходилось робить пересадку в Витебску, а потом добираться дизелем до Полоцка. На дорогу тратилася 5 годин. Зараз комфортная промоя. Подороже займаюся год 4 годины. Переваги нового тягника оценила Святлана Макаева. Новый состав с Полоцка пробыл в Витебске лядзе стигадин. Стоянка 5 хвилин. Дизель-тягник польской вытворчасти, в составе якого 3 вагоны. Можа принять 145 пассажиров. Расторные зручные салоны, шмат функциональная зона для пассажиров с обмежеванными махчымастями, месы для буйнагабарытного багажу. Установлены системы кондиционирования, поветра, видеоназирания, видеонформации. Преимущество нового подвижного состава в том, что он может еще работать по системе многих единиц. Сейчас мы располагаем составом из трех вагонов, но в случае роста пассажиропотока мы можем их сдваивать, а в перспективе есть такие возможности истраивать. То есть мы можем сокращать состав, увеличивать, тем самым более эффективно использовать такую сложную дорогостоящую технику. Супроводжать пассажиров нового состава будут проводники Полоцкого резерва, а керовать технику машинисты лакомотивного ДПО Могилевского отделения. Удобство полное по обслуживанию, и освещение, и обзор с пути, и на путь смотреть хорошо, и видеокамера установленная, можно контролировать, как пассажиры в салоне себя ведут, боковое наблюдение, и сзади можем видеть, как проследовали остановочные пункты, все контролируется с помощью видеокамер. Переваги нового техника, за довольнением оценели перши пассажиры. Сам поиск Полоцк-Могилев беспересадочный – это очень хорошая задумка, и если она будет в дальнейшем реализована с точки зрения экономически, то это будет здорово. Здесь удобство просто супер. Новый дизель-техник бизнес-классу набыты белорусской чагункой. У перспективы такие комфортные пассажирские составы будут рухаться и по инших на прамках от станции Витебского отделения. В перспективе этот новый элемент бизнес-класс, конечно же, разовьется. Мы свяжем, безусловно, Витебск с Минском, с Гомелем, с Гродно. А более дальняя перспектива – это, конечно же, наш главный сосед. Скорее всего, это будет Полоцк-Москва. Новый техник межрегиональной линии бизнес-классу номер 705-706 Полоцк-Могилев будет курсировать что день. Кошт билета – 8 рублей 50 копеек. Светлана Макаева, Дмитрий Котов, Новый, Витебск. Баскетбольный клуб «Рубон» у чарговым туры национального розыгрыша сдабыл две перемоги в поединках с командой Брестской в области. В первом матче подопечные Руслана Байдакова оформили викторию изликом 116-73, а в полторном – 97 на 51. Этот успех дозволил нашим землякам на промежковом финише узначалить турнирную таблицу. Подробностей у Сергея Мисурагина. До этого витебляне отсутствовали в родных стенах полтора месяца. И что интересно, в выездной серый матч у подопечной Руслана Байдакова сдабыли львиную долю очков в селетнем розыгрыше. При этом выступали витебляне в неполном составе. Частка баскетболистов заставалась в Витебском. На матче с брызтовчанами в распорядке тренерского штаба была уже полная обоима игроков, что робило витеблян ясшай мацнейшими. Сегодняшний соперник для нас команда новая. Единственное, что мы про них знаем, это участник прошлых чемпионатов непрофессиональной баскетбольной лиги, которая происходит в Минске. Не более того. Единственная информация – это статистика игроков, которая есть на сайте. Поэтому мы только отталкиваемся от этого. Для команды Брестской в области удела чемпионата Беларуси первый опыт к выступлению с мацнейшими командами краины. До гэтульного баранца розыгрыша гуляли у непрофессионной баскетбольной лизы. Цепер кожный матч для их, як своя особливая экзамен. Знали, что скорости немножко другие по сравнению с МБЛ, но первые туры показали, что не так страшен черт, как его мальчик. Поэтому добились выездной победы в Гомеле и добились домашней победы с принемами. Задача пока особых побед не добывать, а задача начать все с нуля, ну не с нуля, а для того, чтобы продолжали наши дети, воспитанники Центра Олимпийского резерва, могли продолжить игровую правду. Як и належит фавориту, гэтебляне пошали матч с позиции силы. Яны вариативно гуляли у нападения, разгоняющих утки атаки, а при необходности выкористовывали позиционные розыгрыши. Оба двух выпадках господары регулярно поражали кольцо соперников. А дрыв рос катастрофичной худкостью. Гульня завершилась за разгромным ликом 116 на 73. Паутурный поядынек развивался по аналогичным сценариям, только в ицебляне крыху скинули обороты и набирали очки за кошту розницы в классе. Увы, не купе рады, а люди сто очковые рубеж не отрымался, а леперы могли наши земляки с комфортным ликом 97 на 51. Наступная сустрэча подопечные Руслана Байдакова сгуляют 23 и 24 снежную в Витебску. Соперник Мурбона будет команда Белорусского державного экономичного университета. Сергей Мисурагин, Александр Рэндзин. И на этом выпуск новин завершен. Я с вами развитвуюся. Прогноз на двор я представляю газета Витбичи. Я люблю свою работу, своих друзей, свою семью. И мне нравится, что любимая газета Витбичи всегда пишет о самом главном. Витбичи. Для меня и для тебя. Подпишись сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok Гололюдица. Метер полночь на заходне 6-11 метров за секунду. Температура по ветру ночью минус 6-8, днем 1-3 морозу.